Здарова, ребят, с вами Булкин, и сегодня мы будем, наконец-таки, играть в FIFA 16, и я думаю, что и в Ultimate Team, и даже откроем паки, и, насколько я знаю, и, насколько я правильно понимаю, они должны были мне сейчас подариться, да, потому что я сказывал самую, там, какую-то Digital Pizdeluxe Edition, которая включает в себя какие-то паки, если я не ошибаюсь, ну, я, в общем-то, короче, давайте начнём с самого начала. Итак, FIFA 16 вышла, получается, два дня назад, да, уже, я сейчас расскажу вам историю, значит, я думаю, что ни для кого не секрет, был в отпуске, и кое-каким чудом я с отеля там, да, когда был на юге, смог стянуть демку, демку FIFA 16, и как только она вышла, собственно, я в неё играл буквально весь отпуск, вот, что могу сказать по игре? Мне лично сначала было непривычно, вот, честно, вот, я сейчас поделюсь с вами сначала впечатлениями, то есть, я, как бы, понял, что это довольно-таки, ну, как бы, вроде как всё и изменилось, да, то есть, реально теперь нет пейсодрочества, как многие это называют, да, то есть, нужно как-то распасовки делать и так далее, то есть, какой-то, какой-то, вот, реализм какой-то всё-таки появился, это ощущается. С другой стороны, как-то всё заблюрено, с точки зрения графики, мне показалось, это первые впечатления, опять же, мои, то есть, в принципе, да, выглядит картинка намного сочнее, всё красивее, лица у игроков круче и так далее, но, в общем-то, первое впечатление реально как-то непривычно, то есть, и игра сама по себе, геймплей, то есть, да, и графика, и всё-всё-всё-всё-всё, что можно назвать. Фуддрафт был доступен, новый режим, этот самый, да, в FIFA 16 демо, и я его, конечно же, больше всего в него играл, то есть, мне он понравился, я не знаю, как он реализован на полной версии, то есть, я специально не смотрел никакие другие летсплеи, да, у других летсплейщиков. Сейчас будем с вами вместе первый раз запускать Ultimate Team, значит, сейчас я в игре во второй раз, в полноценной, ну, в полной версии, да, вчера я её стянул, с Origin наконец-то докачал, как приехал, да, буквально сразу, и, собственно, запустил разок, зашёл в сезон, и вот сейчас я вам покажу даже, вот, поиграл за Zenit, два матча, меня, кстати, 9-й дивизион кинули, но я думаю, что многих, это, я так понимаю, какой-то прошлый прогресс с FIFA 15-й остался, типа, он мне там что-то написал, что теперь вы будете начинать, типа, не в 10-м, а в 9-м, думаю, окей, начал, как бы, так, на самом деле, ну, по-изи было, вот, ну, не хочу выделываться, но, как бы, ну, с другой стороны, сейчас же получается, что все там батьки FIFA 15-й тоже начинают, так скажем, с самых низов, да, и, как бы, можно попасть, попасться на них, но, вот, я два матча сыграл, в принципе, один, по-моему, 1-0, другой 3-1, что-то такое. Прошу прощения, что-то немножко, видимо, простыл, ну, ладно. Итак, с сезонами все понятно, то есть, я поиграл в полноценную игру, комментаторы, да, новые, в принципе, многие говорят, что они, типа, больше похожи на роботов и не очень по-разному. Но, знаете, ребят, все-таки разнообразие, вот, я в первую очередь ставлю это, то есть, мне задолбали реально уже однообразные эти, какой, я не буду, не буду сейчас обманывать, я думаю, что вы лучше меня знаете, с какой там FIFA идут прошлые комментаторы, и, как бы, эти фразочки уже всеми выучены были, и, собственно, да, довольно-таки интересно с новыми играть. То есть, ну, да, может быть, какие-то фразы там уже мы знаем, опять же, но есть и новые, есть и все-таки новые голоса, как правило, все равно интереснее. Итак, друзья, значит, давайте будем пробовать. Я не заходил в Ultimate Team вообще, то есть, специально мы сейчас будем первый раз заходить, я так понимаю, все с нуля. Посмотрим, даны мне будут эти паки или нет, но я думаю, что вы по названию видоса уже поняли, если я там написал плюс открытие паков, значит, мы какие-то паки все-таки откроем, какие-то там подарят мне, если я правильно все понял. Итак, нажимаем, друзья. Для того, чтобы требоваться обновить составы, окей, давайте обновим составы, я думаю, что это не очень большое количество времени займет. Вот, значит, мы сегодня, я думаю, что, может быть, если паки есть, да, то есть, так, вы загрузили, ага, окей, хорошо. Если паки все-таки будут, мы откроем эти самые паки, и, собственно, я все-таки договорю по впечатлениям. О, мне прошлое это, прошлое Македония. Нет, давайте, ребят, мы сейчас придумаем что-нибудь другое. Можно же изменить, да, можно. Потому что Македония все-таки останется до для этого, как его, для FIFA 15. Уже в прошлом. Так, давайте какой-нибудь будет у нас буляш, 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 буляш футбол клаб. Вот так. Ну, Македония как-то ни то ни сё, не знаю, с чего я вообще написал это тогда. А буляш как-то уже, знаете, это вроде и гуляш, а вроде и булкин, короче, все вместе. И я думаю, что аббревиатура у нас будет, сейчас я не знаю даже, как придумать, на самом деле, ребят, я вот об этом даже не задумывался. Я напишу, наверное, так, сокращение БЛК, наверное, БЛ, буляш там у нас, бля, блю, 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 просто блю, ладно, пускай будет блю, ну не блю в смысле голубой, а блай какой-то у нас получилось. Ладно, подтверждаем, ребят, всё, буляш футбол клаб, приветствуем. Итак, с этого дня у нас теперь своя новая Ultimate Team, так, что у нас тут? Вау, бедой, у нас МЛС сразу, да, у нас ещё американцы, а, ну, какой классный составчик, мне очень нравится. Ваш первый состав, начните. Ага, классно, я так понимаю, что я тут, ну, у меня МЛС будет, а у меня тут, оказывается, всё попало. Дайте я хоть кого-нибудь, может быть, это вообще кто? Подождите, кто, кто это? Алехандро Бедоя, Бедоя, Бедоя. Играет за Нантес, я даже не знаю, это кто у нас, это не МЛС даже, наверное, он просто американец. Корейцы у нас есть, ребят, всё, всё отлично. Вот я прям таким за составом бы и вышел, но как-то сыгранность 36, знаете ли, немножко расстраивает. В запасе у нас также один шла... Я думаю, это Роналду. Я думаю, это какой-то, знаете, уже баг в игре, потому что, серьёзно, что-то есть в его лице. Блэквуд. Чё-то как-то, ну, ладно, я, видимо, наркоман. Итак, друзья, продолжаем, в смысле, начинаем. Я так понимаю, подождите, окей, хорошо, далее, я понял. Дайте название клуба, потерялись, начните отсюда. Ага, о чём у меня эмблема Нью-Йорк-Сити? Нью-Йорк-Сити, да, нормально, так, нормально. Одиночный драфт. Так, подождите, а драфт только вон... О, драфт онлайн есть. Допуски фут-драфт. То есть, а, по допускам что-то... Ребят, если я сейчас не разберусь, пожалуйста, напишите в комментарии, если я что-то не так пойму. Я так теперь, вот, вот, первое сейчас, то, что я вижу, один допуск до фут-драфта, это, наверное, значит, то, что в драфт онлайн можно будет играть не так часто, и нужно получать будут какие-то пропуски. Но это, с одной стороны, верно. Я вообще не знаю, как это будет всё организовано, господи. Так, ладно, мои наборы. Да, 8, ребят, этих есть у нас, да, паков. Вау. Вот это мне нравится, ребят. Ну, значит, мы сегодня не поиграем, то есть, следующая серия будет посвящена уже первой игре за какой-то состав. А сегодня мы откроем паки, посмотрим, что да как, в фут-драфт зайдём, посмотрим. Я так понимаю, да, я что-то думал, что паки получше будут. Ну, давайте откроем самый набор бесплатной награды. Зашибись, давайте откроем. Это бронзовый пак, который принесёт мне сейчас форвард... М-да. Паковых. Открываем. Это у нас ещё золотые, обычные. Чё-то не прочитал. Цапник. Нерарный. Холби. Ну, короче говоря... Ну, хоть золотой игрок. Слушайте, ну, на самом деле, хорошо, что эти паки будут. Значит, у нас уже, наверное, с бронзового состава мы не начнём. Хотя, может, для интереса я даже начну с бронзового. А почему бы и нет? Ну, я думаю, что сейчас стоит всё сохранить в клуб, потому что сейчас всё нужно. Давайте следующий откроем. Я даже пропускать не буду. Мне, кстати, нравится эта система открывания паков. Вот это вот. Монтолива! И, знаете, это... Это хорошо. Это хороший игрок. Это первый хороший игрок, который в нём выпал. Всё, это войдёт в историю. И, в принципе, я думаю, что... Если мы будем строить... Строить... Серию А. Но оставим, конечно. Да, опять же, я никого не продаю. Всё, оставляем. Кстати, надо было посмотреть, за сколько можно это всё квиксельнуть. Но я пока не буду. Может быть, там что-то рарное упадёт? Нет. Потому что я уже... О! Опа! 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 А, ребята, это первый рарный игрок. Это первый игрок. Это первый игрок-бразилец. Игрок Атлетика Мадрид. И, в принципе... Ну, слушайте, я обязан это всё сохранять. Давайте-ка... Нет, посмотрим. 2000 монет. Не так плохо. Я думаю, что да, мы всё сохраняем. Потому что мы строить состав. Будем в следующей серии. Будем играть первый матч. А может быть, даже состав-то сейчас сделаем. Вот. Потому что да. Чё я так? Какая-то одна болтовня. Не так не пойдёт. Итак, друзья. Что же нам... В этом-то паке. Выпадет вратарь. И... Это, я так понимаю... Сечни. Так, могло быть получше. Да. Я думаю, что со мной никто не будет спорить. Могло быть лучше. Но... Так, вот это вот господины с косичками. О-о-о. Ой-ой-ой. Спина плюс 10. Вот это вот, конечно... Возвращение того, чего я ждал. Форма... О, Galaxy. Кстати, я её возьму. Мне почему-то... Один набор аренды. Это что? Смотрите, что это такое? Узнать по их форме. Да, я понял, что можно узнать. Получить набор. Я не знаю, что это. Но, наверное, где-то он сейчас будет. Что-то я первый раз такое вижу. Я так понимаю... А! Ну вот. Игрок в аренду. Какой же игрок в аренду нам будет? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, что у нас тут. Тут у нас аренду. Опа! Это Шванштайгер! Да, я сразу это... Ну, в смысле, я не успел сказать. Ну, Манчестер Юнайтед. Я думаю, что Германия. Не особо много игроков. Пригодится! А что у него со скоростью 52? Я что-то понимаю, что немножко снизили ему. Но я думаю, что Шванштайгер у нас поиграет. На 7 игр не так уж и плохо. Не так уж и плохо сохранить всё в клубе. Итак, друзья. Паки нам ничего хорошего, в принципе, да, особо не принесли. И купить, я не знаю, 7500, да, всё так же. Итак, собственно, друзья. Теперь, что же сделать? Теперь, что же сделать? Так, вы готовы? Я просто серьёзно, я сейчас в растерянности. Немножко. Не знаю, почему, но мне как-то немножко... Дайте название клуба. Подождите, что? Ещё название клуба нет? А, ещё же все эти задачи. Господи, название клуба. Так, подождите. Название клуба. Что же? Стоп. Почему Македония, блядь? Почему Македония, если Буляш? Самый настоящий Буляш. Которых только можно встретить. Буляш. Бля. Блу. Подтвердить изменения. Всё. О, отлично. Значит, у нас сначала был не Буляш. Сыграйте. Ну, в принципе, это всё постепенно выполним, конечно. Так. Давайте зайдём в драфт онлайн. Или посмотрим всё-таки... Я столько в FIFA не играл. Тем более в 16-ю так непривычно. Я... Вот серьёзно. Я немножко... Почему Македония, блядь, называется? Если... Это самые настоящие Буляши. Буляши. Отлично. Это будет основной состав наш. И... Да. Я так понимаю, что... Это... Это можно посвятить этому очень долгое время. И... Да. Почему у нас на ПП стоит ЦОПник? Я только сейчас заметил этот порядок. Почему-то всё наоборот, блядь. Почему-то ЛПшник стоит здесь. Я только... Вот почему-то сейчас обратил на это внимание, честное слово. Я... Надо будет разгребать. Наверное, мы, может, Бундеслигу будем мутить. Я... Я серьёзно в шоке. В смысле... Не знаю, что сказать. Потому что... Надо всё это переварить. Так. А... Почему... Кстати, я почему-то думал, что реально будет больше. Это вот я за это заплатил кучу бабаза. Три пака. Почему-то думал, что их больше. Трансферные... Давайте посмотрим ещё на трансферном рынке. Им даже, что мне интересно, например. Месси есть у нас уже. Просто как бы... Как бы почём? А-а-а. Ну, я понял, да? То есть... Я... Я, кажется, понял всё. Я... А Ронал... Информ. Информ Роналду. Ну, такие копеечные пока что. Я так понимаю. Цена... Цена 6600. Это вот как бы... Ну, нормально всё. Всё окей. Я всё понял. Так. Хорошо. Значит, давайте зайдём в такие футдрафт. Серьёзно. Вход в футдрафт. Футдрафт. Добро пожаловать так. Соберите команду. Начните... Выберите игроков. Справьте свои навыки на строение... По строению команды... Вам предстоит... Окей. Чем больше побед, тем лучше награда. Победная серия четырёх игр приносит вам ценные... Ух ты. Хотите использовать... Да, давайте. Давайте используем жетон. Так. Всё как в демке. А-а-а. Я так понимаю... Ну, давайте, да, тогда ещё в этой серии футдрафт попробуем. Пускай это будет... Э-э... Вот такая вот схема. 4-4-2, я думаю. Что по классике. Пройдёмся и... На данном этапе можно выбрать лидера. Не ошибитесь. Так. Игуаин. Информ. Э-э... Халк. Ой-ёй-ёй-ёй. Слушайте. Слушайте. Я не знаю. Я не знаю. Потому что тут инфо... А почему фотки нет? Я хочу... Блин. С одной стороны, я зенит там построю в любой момент. Но Халк тут даётся сразу. Я просто не знаю, насколько здесь будут хорошие игроки даваться. Ладно. Чёрт с ним. Чёрт с ним. Я... Наверное... Я Халка беру. Правда, у меня ПП. Ну, ладно. 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 Всё. Всё-всё. Я, кстати, про это забыл. Форвард. Ай, господи. Что же делать-то теперь? Я... Я... Так, ребят. Сейчас давайте... Давайте внимательно я вдумаюсь. Э-э... В принципе... В принципе... В принципе, если тут у нас так пошло, можно добавить АПЛочку. Халк у нас такой будет на ПП-шке бегать, если что. Э-э... Но тут грех не выбрать информ-карточку игрока Манчестер Юнайтед. И давайте посмотрим сразу, что нам пред... О, Бентеки. Или Кейна. Нет, наверное, Бентеки всё-таки покруче будет. Да. Я думаю, что покруче. Не, я думаю, что однозначно покруче. Так. Хорошо. У нас Халк тут ни к селу, ни к городу. Но, может, у нас на правом защитнике хотя бы бразилец будет какой-нибудь. А у нас есть бразилец, выступающий за ПЛ? Подождите, надо вспомнить. Ну, ладно. ЦП. Так. Мамаев, Плюбасу сразу... А, слушайте. Можно, кстати... Это будет, конечно, немножко странно. А-а-а! Вицель! А там у нас Бентеки, Бельгийц тоже. Они... У них какая-то хотя бы связь будет. Давайте, хорошо. Ладно. Я не знаю, что получится из этого. У нас уже какая-то связь может будет. Ребят, я, честно говоря, я... Не обессудьте. Я первый раз мучу. Поэтому... Так. А вот тут у нас уже проблемы выступают. Тут у нас, я смотрю, либо... Либо испанцы, либо... Ну, да. Ну, в принципе, тогда чё? Придётся брать, наверное, Яя Туре. Потому что, ну, АПЛ... У нас только вот так надо сделать. Вот. Хотя, блядь, так тогда с Халком нету... Я не знаю. Чё? А! Можно вот так сделать. Чё туплю? Вот. Вот. Вот так вот более-менее какая-то сыгранность имеется. Ладно. Мы потом разберёмся в этом. ЛПшник у нас... Муса... Мм... Стерлинг... Так, а у нас... Подождите. Если мы Муса... Ой, значит, информ... Муса у нас тогда смысла нет. Нет у нас... Так, а вот если Стерлинга, то... Да, здесь отлично будет с Яя Туре. И, в принципе, я думаю, что у нас будет наполовину, ребят, походу, РФПЛочка. Наполовину у нас будет... Господи, АПЛочка. Это очень-всё... Очень-очень страшно. Я... Всё, всё. Всё, уже что-то поздно менять. Так, здесь придётся брать Бэйнса, потому что он, как бы, уже... За Эвертон выступает. И англичанин. Я думаю, что тут бесспорно... Всё отлично у них. Вон, смотрите, со Стерлингом отличная сыгранность. Центральная защита... Опа, тут у нас серебро пошло уже, да? Серебро. И тут у нас ещё и такие, знаете ли... Игроки-то не особо такие, прям такие... Господи, Астроук Сити. Это у нас, по-моему... А, ну да, Барклайс. Всё отлично. Всё отлично. АПЛ. Ну... Ну что делать? Что-то... Ничего не остаётся делать. Пускай будет он. Я, кстати, даже не прочитал, что это за игрок. Так. Ам... Угу. Вот тут, ну... Зума... Зума за Челси. Центральный защитник. Ну... Что ж. Хорошо. Что я могу сказать ещё? Правый защитник. Что у нас тут? Ам... Угу. Слушайте, вот тут... Вот специально, да? Вот просто специально. Ну, тут только вот такой вариант у нас. Ватфорд. Камерун. Нём. Правый защитник. Хорошая скорость, кстати говоря. Я думаю, что он неплохо сюда впишется. Конечно, не бразилиц, как хотелось бы, но... С сыгранностью у нас уже проблемы. И на воротах у нас будет... Эй, блядь. Вот тут у нас проблема, да? Угу. Придётся кого-то ставить. И надеяться, что сейчас в резерве кто-то у нас будет хорош. Ребят, потому что... То, что сейчас происходит, я... Ну, я не знаю. Я Барди какого-то поставил. И надеюсь, что здесь... Опа! Бегович! Бегович, бегович. Отлично, ребят. Всё. Всё. Я спокоен. Я спокоен. У нас уже есть хоть какая-то... 97 сыгранностей. Не так уж и плохо. Может, мы сейчас её даже подтянем. Давай сейчас по фасту. А то я затянул. Блин, а тут кого выбирать-то? Это так, чтобы... Центральный защитник. Так. Алекс, если его поставить, в принципе... Нет. Херня получится. Так, подождите. У нас... У нас вообще всё плохо, да? У нас всё плохо. У нас и французов никаких нет. И португальцев тем более. И... Эй-яй-яй-яй. Ну ладно, я возьму Алекса. Потому что, если что, я его буду ставить на место правого защитника. У них... С Халком у него будет хоть чё-то там, да? Ладно. Ммм... Так. Ага. Угу. Ну тут как бы... Тут, я так понимаю... Почему тут... Какой-то разброс довольно-таки странный. Эээ... Почему он иногда даёт рарных всех золотых, потом, например, резко серебряных. Я это пока не особо понял, как это всё выдаётся. Я так понимаю, совсем рандомно. Здесь, я так понимаю, меня вообще никто не устраивает. Вообще никто. Просто вообще никто. Я поэтому возьму вот этого Тито. У него очень хорошая фамилия, поэтому... Так. Угу. Гарсия. Так. Если у нас связочка будет с Зенитом... А цопник мне всё равно, в принципе, не нужен. Но если он выйдет, например, вместо Ее Туре... Ну, мало ли там его карточку дадут красную, и мне нужен кто-то будет. Ладно. Хорошо. Хорошо. Пускай Гарсия. Следующий у нас будет... Ой, блядь. Опять. Ну, ни то, ни сё. Ну, что ж ты будешь делать? У нас... Ну, что там у нас какая? Я не знаю. Ну, опять никого выбирать. Кого выбирать просто. Я не знаю. Давайте я просто вот так наугад, и пускай это будет вот. Ладно. Всё. Хорошо. Ну, а что делать? Так. Коноплянка. Ну, Коноплянка здесь, опять же, не нужен. Здесь подходит только, наверное... Ну, взять Депая, чтобы он, если что, вышел там вместо форвардов слева его поставить. Потому что тоже Манчестер Уинайтер, все дела. Я думаю, что неплохо будет. Да, у него удар там хороший, 78. Ладно, всё, берём. Так, у нас тут Березуцкий, смотрите, затерялся среди рарных футболистов. И тут у нас два игрока. Щальки, щальки, щальки. И, ну, придётся Березуцкого убрать, что же делать-то. Я думаю, что... Надеюсь, что он не понадобится, на самом деле, да? Но пускай будет. Так, дальше у нас идёт всё... Так, сложнее, да? Ну, тут Джером... Или кто это у нас? За кого? Норвич Сити. Норвич Сити, Джером, форвард. Ну, слушайте, у него неплохая скорость, и удары тоже. Почему он не рарный, непонятно. Поэтому я думаю, что он пригодится, если что. Дальше. Шатов. Шатов у нас... Так. Или Фред. У него будет связка с Халком. А Халк у нас тоже бразилец. И, в принципе... Хотя он шахт... Господи, что я делаю? Что у меня за футдрафт какой-то колхозный выходит? Шатов не нужен точно. Там у него слева не с кем будет ему играть, если что. Но Фред тогда, да? Пускай. Я надеюсь, что там что-то... Так. Ага, у нас есть Смольников. Смольников... Кстати. А если Смольникова поставить место у нашего правого защитника, у нас будет там... Или не будет? Давайте подождите. Ну-ка, я примерю. Опа! А вот это вот нормально стало. Ребят, соточка. Соточка сыгранности. И, в принципе, так даже будет лучше. Конечно, есть там красные линии проходящие. Что у меня за состав? Господи. Ладно. Так. Ну, здесь за Ватфорд и Барба играют. И, в принципе, он тоже нужен. Он мне там уже предлагался. Я тоже думал его взять. Сейчас как раз пойдет. И тогда нам нужен, в принципе... Так, Шурли... Ого, у него скорость 89. Было 88. Я помню. В FIFA 15. Ну, ладно. Дармиан. Дармиан. Ну, правый защитник, конечно, АПЛ. Но там связки... А, ну будет, в принципе, с центральным защитником. На всякий случай берем. Ребят! Фуддрафт! Собственно, что у меня получилось? У меня получилась какая-то... На самом деле, непонятная... Непонятная команда. Но, в принципе... Я так понимаю, сейчас нужен тренера, да? И тренер у нас будет... Да. Ну, что мне делать с таким... Вот... Что же мне... В кого брать? Давайте, я не знаю, вот этот усатый. Мне он нравится. Пускай он будет. И что теперь? Лучшие игроки. 181 рейтинг. Что ж, я не знаю, повезло мне или не повезло. Подождите, а если я сейчас выйду отсюда? Драфт онлайн у меня остается? Вход в фуддрафт. А-а-а! Я так понимаю, знаете, что это? Мне, наверное, нужно... Типа... Если вот я правильно понимаю, я сейчас буду играть за этот состав, наверное, да? То есть, я 4 игры должен выиграть. Если я их не выигрываю, я, типа, начинаю заново, да? Или как... То есть, до первого проигрыша или что-то такое. Потому что потом нужно новый пропуск, наверное, получать и так далее. Новую команду создавать. Если я правильно понимаю. Но, в принципе, я бы сейчас сыграл матч фуддрафт, ребят. Но уже серия затянулась. То есть, давайте я сейчас подытожу. В принципе, да? Со временем я разберусь во всем. Я думаю, что все будет понятно. Состав мы зафигарим в ближайшие серии. То есть, в ближайших сериях ждите... Ну, серия будет посвящена, как бы, обычной игре. В Ultimate Team. То есть, я создам либо на записи, либо сам состав. Пока с которого мы начнем. Да? И будем подниматься. И фуддрафт тогда отдельно я буду записывать. Я так понимаю. Попробуем сыграть тоже в ближайшее время. Будет серия. Поэтому, ребят. Собственно, мне пока что все нравится. Но, опять же, я играл, считайте, только в демку. И два матча в сезонах поиграл. Поэтому все еще будет. Я надеюсь, что будет круто. В принципе, впечатление положительное. То есть, реально, много чего нового. То есть, вот с FIFA 14 на 15, например, когда пересаживался, я не скажу, что там куча чего я заметил. Но, конечно, были какие-то там приятные штучки. Но FIFA 16 их намного больше, я считаю. И намного интереснее играть. Вот тот же режим драфт онлайн. И все это прочее, прочее. Короче, ребят. Вот примерно так. Поэтому, ребят. Ну что ж, ставьте лайки, если хотите побольше серий по FIFA 16, чтобы было, да. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. С вами был Булкин. До новых встреч. Всем удачи и всем пока, друзья.